Смотрите, какой роскошный пирог с персиками и творогом мы сегодня с вами приготовили. Это шедевр домашней кулинарии. Выпечка еще теплая, обязательно покажу, как она выглядит на срезе. Ну, а если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк, и мы вместе пойдем готовить вот такой потрясающий кулинарный шедевр. Поехали! Всем привет! С вами Домашняя Кулинария и сегодня у нас потрясающий пирог чаю. Рекомендую всем сохранить этот рецепт, вам обязательно понравится. И для начала в моей миске уже 130 граммов сливочного масла. И сюда же я добавляю 4 столовые ложки сахара или 80 граммов сахара. Все хорошенько перемешаем миксером. Вот до такой массы мы перемешали. сюда я добавляю одно яйцо и нам понадобится 2 столовые ложки сметаны или 60 граммов сметаны. у меня обычная магазинная сметана 20% жирности. сахара. И я продолжаю сливать. все перемешали вот до такой воздушной массы. Сюда я добавляю одну треть чайной ложки соли. Добавляем 10 граммов разрыхлителя и я обязательно добавляю в ванилин. Ванилин я добавляю как в тесто, так и в начинку. Вы смотрите на свое усмотрение, это приправа на любителя. Все хорошо перемешаем. И последнее, что нам осталось, я добавляю 300 граммов муки. Всю муку добавляю одним махом, немного перемешаю миксером до крупной крошки, после чего тесто собираем руками. до такого состояния мы взбиваем миксером, теперь я убираю насадки. А теперь вот так я все тесто собираю в один большой комок. Посмотрите, какое мягкое тесто получаете, обязательно сохраните этот рецепт и готовьте такие пироги сладкие. С любой начинкой. Вот так вот заворачиваем тесто в пищевую пленку, я ставлю в холодильник на 1 час или в морозильную камеру на 25-30 минут. Непосредственно перед формовкой мы приготовим начинку, я покажу как я это делаю. Ну а мы переходим готовить начинку. Для начинки я взяла два больших персика общим весом 500 грамм. И должны будем очистить и нарезать на мелкие кубики. Сначала вот таким вот круговым движением мы отделяем косточку. И второй персик тоже сначала вот побородки делю пополам. И вот таким круговым движением делю персик на две равные части. снимаем косточку. Персики у нас очень сочные, я должна буду очистить их. Я должна буду вот так вот очистить их от кожуры. Ну а теперь все четыре половинки мы делим на мелкие кусочки. Ну вот на такие вот кусочки мы нарезаем все наши персики. Я закончила нарезать персики. Все нарезанные персики вот так вот перекладываю в свободную миску. А мы переходим готовить творожную начинку. И для этого в моей миске твор, куда я добавляю 4 столовые ложки сахара. Сахар добавляйте по вкусу. 3-4 столовые ложки. Я добавляю 4 столовые ложки. Также нам понадобится 1 желток. Сюда же я добавляю 1 столовую ложку сметаны. Нам обязательно понадобится ванилин. И я добавляю 1 столовую ложку муки, можно крахмала. Все это перемешаем и наша начинка готова. Мы берем зернистый творог. Ни в коем случае не пользуемся блендером. Иначе начинка станет жидким. Вот такая вот начинка нам нужна. Ну вот такая вот начинка нам понадобится. А теперь я достаю тесто из холодильника и мы будем формовать наш пирог. Ну вот я достаю тесто из холодильника. Снимаем пищевую пленку. Немного подпиляю стол. Делю тесто на 2 неравные части. Одну четвертую тесто я откладываю, а остальное будем раскатывать. Вот в такой прямоугольный пласт мы раскатали наше тесто. Обычно всегда тесто песочного типа имеет неровные края. Вот так немного подравниваем. И теперь я заворачиваю на скалку. Берем любую кондитерскую форму или форму для запекания. И перекладываем наше тесто как основание. Вот так вот пальцами подгоняем тесто под нашу форму. Обязательно выходим на борта. И форму не обязательно смазывать маслом. Так как в нашем рецепте достаточное количество жира. Ну вот такая красота у нас получилась. А теперь сюда я первым слоем выкладываю нарезанные персики. Этот рецепт хорош тем, что его можно готовить на любой сезон. Если летом, то свежие персики. Ну а зимой можно готовить консервированными. Получается тоже очень вкусно. Вот так вот я лопаткой равномерно распределяю по всему дну. Ну а теперь вторым слоем мы выкладываем творожную начинку. Ну а если любите в творог можно добавить также изюм. И творожную начинку тоже вот так вот лопаткой я равномерно распределяю. Вот так равномерно распределила творожную начинку. А теперь я откладываю нашу форму. И мы раскатываем оставшееся тесто. Вот так вот раскатали тесто. А теперь я рифленым ножом можно делать это любым. Вырезаем полосы. Ну а обрезки теста мы снова соберем и раскатаем. Вот так оформила я пирог. Края делаем небольшие защиты. Вот так закрепляем края. Я прям вот одним пальцем это делаю. А теперь берем вот желток. Можно смешать его с молоком, с водой или со сметаной, как это сделаю я. И смазать верх нашего пирога. Я закончила смазывать весь наш пирог. Ставлю в духовку при температуре 180 градусов вверх. Низ средний уровень без конвекции на 30 минут. Смотрите по своей духовке. Готовим пирог до готовности. И в конце я обязательно покажу, что у меня получилось. Смотрите, какой шикарный пирог у нас получился. Всем рекомендую. Обязательно сохраните этот рецепт. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Пирог еще очень горячий. Обязательно покажу, как он выглядит в разрезе. Ну а если вам понравился наш сегодняшний рецепт, подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайк. Нам очень важна обратная связь. Делитесь рецептом в соцсетях. Всегда ваше. Всегда с вами домашняя кулинария. Пока.